Сложности начались сразу после родов, отделение недоношенных, реанимация. Тут врач сказал, что тебе нужно гипсование, чтобы у него не были согнутые колени всю жизнь. Пока ты собирал на гипсование за год 5 тысяч, тебе же врач говорит, вы упустили время, вам нужна операция, вам нужно 17 тысяч. Такие этапы в жизни постоянно появлялись. Я училась в школе, была активным человеком еще тогда в школе. У меня были такие планы, как у многих девчонок, построить, закончить школу, построить карьеру. На тот момент я абсолютно не думала о том, что я закончу школу, как у некоторых девчонок. Какие-то планы о замужестве, дети, воспитание и все остальное. Если бы не она, то я бы многих вещей, она как старт. Поэтому как-то так. Если бы не она, то я бы сейчас не ходил так. В 18 лет мы с Никитой боролись за его жизнь, за здоровье. Ездили с одного курса лечения на другой, операции. Мы не понимали, что делать. И вот наконец-то сейчас, тогда я занималась работами, которые, скажем так, были подстроены под его жизнь. Никита в шесть лет еще совсем не мог стоять сам. В шесть лет это был только первый шаг, а сейчас он худо-бедно ходит с палочками и как-то может перемещаться по городу, то есть реализовывать уже свои какие-то планы и мечты. Хочу поступить на филолога. На филолога я хочу поступить только за то, что я хочу уехать в Германию. Учителя приходят на дом. Иду либо на тренировку, либо по скайпу учителя, именно по ЗНО. Я сейчас готовлюсь. Иду на живопись. И там уже релакс мой. Просто по-другому сложилась жизнь. Просто призвание человека в чем-то другом. Не обязательно же всем там бегать и, я не знаю, там, чем-то. Ну, то есть на этом строить свою жизнь. Его призвание будет в другом. Кто знает? Кто будет счастливее? Человек, который ходит с палочкой или человек, который быстро бегает. Когда у ребенка проблемы со здоровьем, да, то ты отодвигаешь все, что есть вокруг остальное на второй, на третий, на десятый план. И вся твоя жизнь складывается вокруг этого. Со временем я меняла, там, мне появилась возможность уже как-то менять свою жизнь. Я поступила в юридическую академию в Одессе. Вот сейчас учусь на пятом курсе. У меня через неделю госэкзамен. Вообще много таких разных попыток было, да, уверенных и ярких. Вот. И они все-все привели все равно вот к тому, что к чему ты шел, собственно говоря. Вот. И все это, как оказалось, как бы шло от сына. Потому что это были очень разные занятия. Это был очень большой опыт. И это была... Он мне дал уверенность в себе. Он дал понимание того, на что я способна. Когда особая мама, скажем так, планирует второго ребенка, это же тоже было не сразу. Я же сначала, когда мне знакомые говорили, тебе надо, там, второго ребенка. Я про себя думала, ну вы, наверное, так слегка шутите, да? Вот. А потом пришел тот момент, и когда уже как бы... Когда уже Даша появилась, и я поняла, что все, с ней все хорошо, я потеряла сознание прямо перед тем, как мне делали операцию. Не то, чтобы жизнь стала другой, просто этот этап, это какое-то вот, ну, какое-то вот... Внутреннее ощущение женщины меняется как человека прежде всего, вот в этот момент, когда появляется второй ребенок. Для меня самое главное, чтобы когда у меня был какой-то важный момент в жизни, они были рядом. чтобы мы всей семьей поехали в лес. Сейчас уже, как бы, Никита уже меньше ездит на лечение, уже сейчас стал узнавать город, то есть, ну, заниматься чем-то, ходить в клуб настольных игр, то есть заниматься чем-то, кроме того, что крутится вокруг основной, скажем так, деятельности. Какие бы трудности ни случались, нужно четко все равно... все равно нужно идти вперед, нужно общаться, нужно открываться. Все, что происходит, ну, это же не несчастье. Несчастье – это когда ситуация жизни-смерть даст вот для меня это. И то это нужно решать, и не нужно об этом думать. Вот нельзя остановиться, нельзя сломаться, нельзя дать себе слабинку. Мама, и этим все сказано. Бываю строгая, бываю строгая, я стараюсь требовать от себя, потому что наша жизнь так построена, что нужно все время двигаться вперед. В то же время стараюсь быть мягкой, потому что дети, они раскрывают женщине такие чувства. Ну, какая бы женщина ни была сильная, ну, дети... Такая, как она с детьми один на один, она такая ни с кем, наверное, не бывает. Ну, когда я вырасту, она же будет уже бабушкой, поэтому я точно знаю, что она будет пирожки лепить. Когда вот, ну, радость людей, которых ты любишь, там, дети, друзья, родные. Просто когда ты приносишь вот что-то, такое вот даешь, и понимаешь, что прям человек вот хорошо-хорошо. Это круто. Я люблю ходить, очень люблю ходить, очень люблю сидеть возле воды, в лесу. В общем, я очень люблю природу, и как только какая-то маленькая вы сможете появляться, то мы выезжаем в парк. С утра я могу думать о том, что есть какие-то задачи сложные, которые нужно решить, есть какие-то сложные задачи. Когда я выхожу на улицу и вижу небо, деревья, просто люди вокруг ходят, ну, не знаю, во мне, мне это дает силы. Просто любить детей, просто любить себя, не забывать про себя ни в коем случае. Я много рассказывала о детях, как будто больше такая, наверное, да, передача о мамах. Ну, в то же время я стараюсь жить активной жизнью не только с детьми, но и своей жизнью, потому что жизнь у нас одна, и мы будем любить себя, нас будут любить дети. Надо гореть, ну, иначе жизнь неинтересна. Наша мама счастливая от того, что мы счастливы. Субтитры подогнал «Симон»!